Слушайте, даже не знаю, как это зачитывать. Адвокат Сергея Фургала, некто Борис Кожемякин, сообщил журналистам, что его клиент благодарен жителям Хабаровского края за поддержку, и тем не менее арестованный политик не одобряет акции протеста в свою защиту. Испанский стыд. Да с таким адвокатом никакой обвинитель не нужен. А в следующий раз вот этот вот господин Кожемякин какой бред транслировать в массы станет? А ну-ка дайте угадаю, Фургал просит передать, что ему не нужен адвокат. Не нужен никакой суд присяжных и публичное слушание. Человек мечтает, дабы его признали виновным во всех нераскрытых убийствах, и как можно скорее отправили на ПЖ. Так что ли? Господи, в каком же гнилом обществе мы живем? Товарищам по партии в этом обществе доверять нельзя, сольют при первом же шорохе. Надеяться на адвокатов, как выясняется, тоже. Команда, в которой работаешь, в одночасье перестает быть твоей командой. Как только запахнет жареным, позвонили, например, пресс-секретарю по телефону и рявкнули. Ой, все-все-все, ребята, расходимся, ничего не надо. Вот прав был Высоцкий тысячу раз. Если друг оказался вдруг... Начинаем! А вот и в Кремле, наконец, проснулись. Спустя неделю, после начала массовых протестных выступлений по всей стране, правда, проснулся не сам, а его переводчик со сказочного, господин Песков. Сам вот у меня такое ощущение складывается. Вообще на какой-то отдельной планете живет, как маленький принц Экзюпери. Бабабы выращивает, удавов рисует. Иногда, правда, его показывают народу по телевизору, мол... ЧАРТУТ! Так вот, Песков. Отвечая на вопрос, не видят ли небожители разницы в действиях правоохранительных органов во время протестов в разных городах, например, в Москве и в Питере, где полицейские вели себя как лагерные вертуха и как каратели, и в том же Хабаровске, где за целую неделю активных массовых выступлений, довольно многочисленных, кстати, так вот, за целую неделю там не случилось ни одной спорной ситуации. Соловьеву швырать не о чем в эфире. Блак, это мелочевка, когда накерялись четыре провокатора, впрочем, их очень быстро изолировали от общества. Почему федеральные каналы не показывают митинги на ТВ? А зачем? А почему их должны показывать? А если показывать не так, как вам нравится, например, весь этот, всю эту пьяную погонь по ночам? Ну и давайте, наконец, ответ Пескова-то вам процитирую. Это знают только правоохранители, сказал кремлевский Д'Артаньян, которые принимают соответствующие меры в отношении нарушителей. Очевидно, что перекрывать улицы – это противозаконно. Безусловно, законы должны обеспечиваться во всех регионах одинаково. И права граждан должны обеспечиваться во всех регионах одинаково. Стоп, я все правильно понял. Президентский Талмач тут будто намекает, единственным законным способом обеспечивать порядок во время несанкционированных акций может быть только полицейская дубинка. И права у гражданина в данном случае тоже есть только одно – получить этой дубинкой по шее. Ну вот же, вот, на Хабаровск оглядываемся, а там никто никого не лупит, при этом беспорядков, повторюсь, не наблюдается. Ну, вышли люди, покричали, показали свое отношение к происходящему – все. Никто ничего не крушит, не происходит ничего страшного. А может, оно потому так, что против людей не беспределят? Полиция не унижает граждан. Граждане, в свою очередь, уважительно относятся к полиции. Может, это и есть правильный рецепт построения нормального гражданского общества? Хотя, кому я сейчас задаю этот вопрос? Иртухаем, держимордом, гопникам, которые по-другому просто не умеют вопросы решать, ломать, крушить и рвать на часть. Их вот эта жизнь, вот это счастье – это же как раз девиз этих, нет? А это реальная журналистика? Скажи-ка, дядя, ведь не даром тема сегодняшнего выпуска. Поехали! Дорогие друзья, я нечасто это делаю, но в данный момент мне, наверное, и не хочется оставаться равнодушным. Предысторией послужило недавнее знакомство с одной женщиной, которая возглавляет общественную организацию «Солнечные дети». Есть особые дети – дети с синдромом Дауна. Кто-то их считает инвалидами, но факт остается фактом. Они уже есть, их огромное количество. А вот что делать с такими детьми? Как их правильно воспитывать? Какие шаги необходимо предпринимать, родители зачастую не знают. Этим людям помогают те, кто сами прошли через нечто подобное методом проб и ошибок, придумали и внедрили нужные методики. Каждый год рождается вот сейчас около 30 детей. Когда организация только появилась, это была цифра около 60. То есть, получается, больше 40 детей оставались в детском доме, и только 15, 10 детей оставались в семьях. Вот с ними мы начали заниматься. Самое первое, с чего мы начали – это ранняя помощь. То есть, делились опытом наши иностранные коллеги. Мы смотрели маленькие ступеньки, были такие пособия. В данный момент благотворительная организация «Солнечные дети» испытывает определенные финансовые трудности. Нужны новые помещения, появились дополнительные расходы. По части программ прекратилось финансирование со стороны государства. Виной тому кризис, в том числе. Никого ни к чему не призываю. Но если сможем помочь, давайте это сделаем. Реквизиты организации внизу. А пока мы с вами внимательно наблюдали за протестами и аплодировали геройство отдельных наших соотечественников, лежа на диванах, нас опять обокрали. На этот раз у нас с вами украли выборы. И, скорее всего, в 21-м году, когда должен меняться состав Государственной Думы, от нас уже ничего не будет зависеть. Дело в том, что власти в данный момент и меняют избирательное законодательство. Одна из основных поправок, которая туда вносится, трехдневное голосование, то есть как было вот во время плебисцита. Чем это опасно, мы уже увидели. По сути, данная вольность превратит любые выборы в пшик. Это такой узаконенный маневр для неконтролируемых вбросов. Сейчас мы голосуем в течение одного дня. На участках присутствуют наблюдатели. Определено время работы этих самых участков. После закрытия начинается подсчет голосов. Растянутая же на несколько дней процедура волеизъявления подразумевает под собой еще и несколько ночей, когда никто за той урной не бдит. Что может с ней происходить ночью одному богу известно, хотя почему только богу мы с вами оное тоже видели и тоже недавно. Скажите, а вот сейчас происходила самопроботка в помещении, правильно? Абсолютно верно. А кто оставался с урнами? В момент самопроботки, соответственно, территория участка остается в обществе, который проводит самопроботку. И все. Больше никого. То есть даже член УИК справа решающего голоса не в союзе для контроля за содержанием урны? Все комментарии теряемый за урны. Теряемый за урны. Избирательная комиссия. Скажите, в отношении вас какие-нибудь проверки ведутся по поводу вброса на участки? Все комментарии теряемый за урны. Или можно еще, как и в Якутске, я вам рассказывал эту историю. Но напомню, когда председатель УИК, участковой избирательной комиссии, после окончательного подсчета голосов сфотографировал протокол, отправил документы в горы с Бирком и с чувством выполненного долга пошел домой. А на следующий день с удивлением узнал, что на его участке, оказывается, проголосовало на целую тысячу человек. Больше это 50% от общего числа избирателей. На минуточку его чудо. Все эти тысячи граждан проголосовали одинаково. То есть за поправки. Даже когда разгорелся скандал, чиновников это никак не смутило. Ребята очень красиво соскочили с темы. Вы, мол, не учли бюллетени тех, кто проголосовал заранее. Несколько дней же мы волей изъявлялись. Вот. А мы их сюда просто приплюсовали. И вот и получилось плюс тысяча. Представляете, ровно тысяча человек заранее проголосовало. Вот тютелька в тютельку. И все единогласно. Но попробуй это оспорь. Да и не смогли. И кстати, а теперь представьте, что у нас каждые выборы станут такими. И кому ты будешь жаловаться? Вот ей. Так она тебе еще две недели назад все сказала. В смысле, в каком месте? Она эти жалобы на нарушения видела? Помните про голосование в тележках и на пеньках? Ее спросили и... Да вам показалось, зайчики. Хотите верьте, хотите нет. Но те, кто не верит, сами попробуйте поискать фактуру и представить. Кроме перепостов, глумления и прочее. Извините, вот одна бабушка сказала, один блогер придумала, а десять перепечатали. Ищите конкретику. Вот вы пытались. Пока в основном мы ее не видим. В основном это или высосанная из пальца, или, скажем, полуправда, недосказанность, или окровенная ложь. Но, к сожалению, вернее, к счастью. Значит, мы работаем. Ну и чтобы не на политической ноте заканчивать, предлагаю ненадолго переместиться в Челябинскую область и посмотреть, как же в обнуленной России, да с обнуленным президентом, да с обнуленной конституцией людям стало легче жить. Прям в сказку попали в деревне Печенкино на одну из улиц во время аномальной жары, а жара была действительно аномальной, до 40 градусов, столбики термометров поднимались, случилась авария на водопроводе. Две недели люди сидели без водоснабжения, ну и местные власти организовали для них подвоз жидкости, или, правильнее будет сказать, жижи. Я не оговорился сейчас, потому что, знаете, на чем воду привозили? На говозах, простите. Вы посмотрите, что творится. Я не таил с озера. Вот такую вот воду, вот смотрите, вот такую вот воду нам привезли. Вот, смотрите, даже целая. Посмотрите, вот такую вот воду нам привезли сейчас. Это что, смешка, что ли, такая? Вот такая вода пришла. Что, я хочу вам не путать. Озерная вода. Я, если честно, даже не знаю, как это комментировать, потому что только фашисты так над народом издевались. Представляете, на улице жара под 40. У тебя две недели воды нет, и к тебе приезжает говозка. Хуже, чем со скотом. Ладно. Закругляться пора. Это была реальная журналистика. Сегодня вот так. На моей страничке в YouTube ссылка сверху. Больше серии этого замечательного сериала. Заходите, просвещайтесь, подписывайтесь. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте, темы предлагайте. Под ними мы обсудим, а я за сим спешу. Откланяться пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok